Приветствую тебя, уважаемый зритель! Тема лазерных проекторов-спирографов не нова и уже неоднократно о них рассказывалась на нашем канале. Я всё думал, на какой из своих каналов загрузить данное видео, и решил загрузить на вот этот. Пока идёт зима и выехать куда-то проблематично, я занимаюсь монтажом роликов, снятых в весенние-летние-осенние периоды. А так как канал у нас посвящён широкой тематике, отражающей моё творчество и повседневный быт, сегодняшнее видео мы причислим к разряду самоделок или DIY. Это уже будет законченный прибор, финальной сборкой которого я и хочу с вами поделиться. Итак, за основу взят лазерный диод, выполненный по всем правилам, и два отклоняющих зеркала, которые приклеены под небольшим углом к компьютерным вентиляторам. Когда я заказывал коробочку, она почему-то казалась мне больше. Пришлось всем компонентам немножко потесниться. А это передняя крышка, в ней мы будем сверлить отверстия. Также мы видим контроллер управления лазерным диодом и трёхканальный DMX-декодер. Если вы смотрели прошлые видео по этому прибору, вы должны знать, о чём идёт речь. Итак, плата DMX удобно расположилась в корпусе будущего лазерного проектора. При сборке этого спирографа я столкнулся с некоторыми трудностями, а именно, надо было откалибровать зеркала так, чтобы они направляли лазерный поток в нужное место. Там и будем сверлить отверстия. На задней панели располагаются вход и выход канала управления DMX. Сейчас думаю, что их надо было расположить левее, а справа установить разъём питания. Но всё вышло с точностью до наоборот. А это я уже начал спаивать соединительные провода. Они будут передавать сигнал управления. Протокол DMX подразумевает под собой 512 каналов управления. То есть, если световому прибору требуется всего лишь один канал управления, то таких световых приборов может быть включено в цепь именно 512 штук. Но, как правило, таких приборов не бывает, и чаще всего светомузыке нужно от 3 до 15 каналов. В детстве у меня была вот такая радиола. И я любил заглядывать в отверстия ручек управления. Там красновато-коричневым светом горели катоды приёмно-усилительных ламп. Для меня казалось волшебным, как из грамотно установленных элементов и тёплого лампового свечения получается музыка. Можно слышать радиостанции, которые находятся за много сотен километров. А теперь я смотрю на свой прибор через сетку вентиляционных отверстий. Впечатления детства давно ушли, уступив место внутреннему триумфу, что сам, своими руками могу собирать интересные поделки. Чего и вам советую. Ну что ж, друзья, пришла пора испытывать данный спирограф. Естественно, лазер без дыма – это не лазер. Посмотрите, как отражается луч внутри корпуса. Ну что ж, друзья, я уверен, что эта разработка также не остановит меня, и впереди будем собирать лазерный проектор с отклоняющими зеркалами на шаговых двигателях. Да и модуляцию лазера пора бы уже применять, чтобы начать рисовать осмысленные изображения. Кому нужна схема и все необходимые компоненты для создания такого же лазера, посмотрите в комментариях под этим видео, там я оставил все ссылки. От себя хочу пожелать вам больше экспериментировать, собирать различные самоделки, ведь удовольствие от созидания чего-либо всегда выше удовольствия от покупки такого же устройства, которое ты сделал не сам. Да, и еще, вы видите гирлянду на моем окне, которая пишет текст. Если вам интересно, как она работает и какие компоненты для нее применяются, пишите в комментариях. С удовольствием сниму интересное видео. Друзья, как и всегда, прошу немного поддержите лайком этот видеоролик и подпишитесь на мой канал, если вы здесь впервые.